Здравствуйте! Продажи этого автомобиля доходили до цифры более чем 30 тысяч штук в год в России. Эта машина произвела настоящий фурор, когда только появилась на свет. Ее можно либо любить, либо ненавидеть. Это лучшая, на мой взгляд, машина для городской эксплуатации. Итак, перед нами Nissan Juke 2014 года. Почему я сказал, что эту машину можно либо любить, либо ненавидеть? Посмотрите на ее внешность. Когда этот автомобиль появился на свет, то неоднозначно его приняли, и кто-то говорил, что это реальный какой-то урод, а кто-то, наоборот, восторгался и покупал просто этот автомобиль пачками. Не зря статистика говорит именно об этом. Но, тем не менее, очень много людей купили такую машину в свое время, и сейчас на вторичном рынке представлены они в большом количестве. В целом же, что можно сказать? Машина отлично подходит для города, потому что у нее небольшие габариты, длина автомобиля 4 метра 13,5 сантиметров, но при этом автомобиль достаточно высокий, дорожный просвет 18 сантиметров. Это больше, чем у многих современных обычных кроссоверов, которые больше по размеру. Эту машину мы забирали у официального дилера из Трейдына. Почему мы вообще решили ее приобрести для себя? Мы всегда смотрим в первую очередь на состояние машины, и вот это тот самый случай, когда мы не могли пройти мимо. Автомобиль 2014 года выпуска, но у него модельный ряд 15-й. Как вы видите, это рестайлинг. Машину приобретали тоже как раз таки в 2015 году, за все время был один хозяин. Пробег реальный, подтвержденный здесь около 65-70 тысяч километров, это немного. И что немаловажно, машина полностью, полностью в родной краске. Ну и вдобавок, вдобавок к состоянию, да, еще и комплектация самая-самая максимальная, которая может быть вот в такой версии с передним приводом. Чем же отличается рестайлинг от дорестайлинга? Ну, обратите внимание сразу на морду этого автомобиля. У него новая решетка радиатора. Здесь передние ксеноновые фары со светодиодными ходовыми огнями. Раньше ходовых огней не было. Изменился также дизайн задних фонарей, и появились новые цвета кузова. Вот как раз-таки у рестайлинга. Также изменился сам дизайн переднего бампера, и, как заверяет производитель, немного увеличился объем багажника. Двигатель здесь устанавливается бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 1,6 литра. Мощность в данном случае 117 лошадиных сил. Также были версии дефорсированные, для самой простой, для самой базовой комплектации, там было меньше 100 лошадок. В целом, двигатель этот считается достаточно надежным по современным меркам. Называется он HR16. ГРМ здесь цепной, поэтому вот именно этого узла касаться долгое время не нужно. Из особенностей эксплуатации, нужно регулировать клапана. Опять же, как говорит производитель, раз там 80-100 тысяч пробега, но я бы рекомендовал делать это раза в два чаще. Как я уже говорил, пробег здесь относительно небольшой, подтвержденный, кстати, около 70 тысяч километров. Это вполне нормально для такой машины. Отходит она еще долго, запас ресурса еще большой. Но если вдруг так случится, что вы возьмете машину в непроверенном месте, там у перекупов и так далее, и пробег будет скручен, соответственно, можно попасть на ремонт. Вот если этот мотор встанет, то контрактный, можно купить его в Новосибирске. Но я думаю, что в целом, цены примерно везде одинаковые. От 30 тысяч до 70 примерно. Ну, вероятнее всего, что за 30 тысяч этот мотор будет не лучшего качества. А коробка передач здесь устанавливается вариаторная. То есть, либо вариатор, либо механика. Но механика на самой простой модификации. Вот. Вариатор тоже достаточно надежный. И это позволяет этому автомобилю, вот на таком атмосферном моторе, ехать более-менее, так скажем, приемлемо. Если бы был простой автомат, то машина и ехала бы похуже, и кушала бы побольше. Этот автомобиль крайне редко покупают как единственный или первый в семье. И поэтому объем багажника не особо-то и важен. Здесь, вот в таком виде, когда спинки второго ряда подняты, объем его составляет 354 литра. Если же сидения сложить, они, кстати, складываются по отдельности, то получается уже приемлемый такой объем 1189 литров. И уже можно что-то большое туда положить. Плюс ко всему, под полом есть очень много места. Туда можно раскидать разную мелочевку. И есть еще и второй уровень, под которым лежит запаска, докатка. Хотел бы сразу обратить ваше внимание на то, что здесь полностью кожный салон, черная кожа, она даже с перфорацией. И могу сказать, что она, во-первых, хорошего качества, во-вторых, так как пробег небольшой, она отлично сохранилась. Действительно приятная на ощупь, не зашорканная, не зацарапанная. Плюс ко всему потолок здесь исполнен в черном цвете. Это смотрится достаточно богато. Я бы даже сказал, круто. Такое применяется обычно на машинах премиальных, которые стоят достаточно дорого. Но если мы обратим внимание на дверные карты, то это полностью пластик. Полностью пластик, при том, что он достаточно жесткий. Но здесь на самом деле редко, я думаю, кто-то будет ездить, потому что ЖУК не рассматривается как автомобиль для 4-х человек. Поэтому, смотрите, посадка здесь достаточно удобная сама по себе, но места не так уж и много. То есть я сейчас сижу сам за собой, рост 180 сантиметров, колени упираются в сидушку, но, так скажем, боли я никакой не испытываю, потому что здесь все очень мягенько. Ну и в большинстве случаев, да, ездят на этих машинах девушки, которые ростом поменьше, соответственно, сидение будет отодвинуто вперед сильнее. Вот, так что, ну, в целом-то ездить можно нормально. И под сидениями тоже есть место, куда можно поставить ноги. Не хватает подлокотника, и залазить в машину немного неудобно, потому что линия остекления скошена, и когда ты стоишь на улице, кажется, что внутри места нет вообще. Но на самом деле над головой место есть. В передней части автомобиля сидеть, конечно же, гораздо удобнее. Здесь даже до потолка дальше. Вот. Ну, в целом посадка достаточно удобная. На дверях уже присутствует ткань, то есть они не полностью пластиковые. Ну и, как я говорил, комплектация здесь очень-очень богатая, самая максимальная. Как показывает практика, вот как я сталкиваюсь в своей работе, на такие машины, к примеру, пересаживаются девушки, которые раньше ездили на маленьких хэшбэках. Вот у нас в Сибири, чаще всего это Honda Fit, Toyota Vitz, машинки низкие, а по размеру примерно такие же. И вот девушки пересаживаются на автомобиль повыше. И те автомобили из опций не имеют практически ничего. И вот пересаживаясь вот в такого жука, вы будете просто нереально довольны, потому что есть много-много-много опций. Такие, как камеры кругового обзора, здесь есть навигация, здесь есть раздельный климат-контроль, кожаный мультируль, круиз-контроль здесь с лимитером, то есть вы выставите скорость, машина не будет разгоняться выше вот этой именно скорости. Есть радар слепых зон, то есть это влияет в первую очередь на вашу безопасность. Здесь много подушек безопасности, подогревалки различные. Слева от руля тоже кнопок куча, система противобуксовочная, антизанос, простыми словами. Заводится кнопкой. В общем, много-много-много всего. Ну а из доп. опций, что здесь есть? Вот конкретно на этой машине установили защиту движка железную, установили сигнализацию, синхронизировали ее со штатными брелками. Коврики бросили в салон оригинальный, который подходит именно этой машине. И есть полный набор документов, полный набор подтверждений того, что, во-первых, пробег оригинальный, во-вторых, то, что машина обслуживалась в качественных сервисах у официального дилера. Итак, что мы имеем? Nissan Juke 2014 года выпуска, модельный ряд 2015 года. У нас двигатель 1.6 литра, атмосферный, 117 лошадок, передний привод и вариаторная коробка передач. Едем кататься. Интересное ощущение испытываешь, когда садишься в этот автомобиль, потому что линия остекления достаточно высокая, плюс ты видишь капот, ты видишь верхние фары, и вот такое чувство защищенности появляется, как будто машина тебя прикрывает. И, наверное, это одна из причин, по которой девушки очень любят эти автомобили. И у нас тоже было много таких покупателей, которые просто пищали, когда покупали, во-первых, а потом еще и отзывы писали. По сравнению с дорестайлинговым жуком здесь изменились также наружные зеркала. Они стали удобнее, потому что раньше они были какие-то закругленные, именно с самой зеркальца, а сейчас более ровные линии у него, поэтому обзорность стала лучше. В целом, здесь очень хорошо видно все, что происходит снаружи. Проблем с этим нет абсолютно. Вот сейчас мы переезжаем лежачий полицейский, и на удивление подвеска тоже достаточно комфортная. Ну, мы, конечно, едем медленно, но в целом нельзя сказать, что машина какая-то некомфортная, тряская, достаточно приятная. Двигатель 1.6, 117 лошадок. В целом его хватает. Вот мы сейчас спокойно едем. И есть также возможность поменять режим работы вообще, так скажем, всего автомобиля на приборной панели, там, где климат-контроль, можно выбрать различные режимы. Их три. Вот, спортивный, нормальный, эко-режим. И когда мы только поехали на съемки, я подумал, что машина, ну, вообще никак не едет. А как оказалось, мы ехали в эко-режиме, и вот сейчас едем в спорт-режиме. Сразу чувствуется разница. Можно поставить в нормал, и машина пойдет поспокойнее. Ну, на обычном, нормальном режиме можно ездить по городу всегда. Так, сейчас спорт-режим, и давим на газ. Обороты очень спокойно поднимаются. Больше пяти тысяч не дает электроника поднимать обороты. Ну, может быть, еще спорт-режим какой-то есть. Да, кстати, есть кнопочка. Есть кнопка на рычаге переключения передач, и она не позволяет оборотам очень низко опускаться. Так, тем самым, машина всегда на готове. Вот сейчас снова ставим нормал. В общем, динамика на самом-то деле очень даже хорошая. Вроде 170 лошадок, а едем-то мы достаточно бодро. Я даже не заметил, как мы превысили разрешенный режим чуть ли не в два раза в городе. Я удивлен. Также я удивлен шумоизоляцией этого автомобиля. Колес практически не слышно. Это радует. Не слышно машины, которые проезжают рядом. Ну, если это обычные легковушки. Для автомобилей такого класса не характерна такая шумоизоляция. По крайней мере, раньше японцы в этом плане не особо-то и заморачивались. Но, видимо, в последнее время они работают над этой ошибкой. Действительно в машине комфортно в плане шумоизоляции. Что касается конкурентов. Машина маленькая. Поэтому не так много производителей, которые рискнули сделать вот такой же компактный кроссовер. Но все же есть что-то похожее. Типа как Kia Soul, Suzuki SX4. Есть еще такая машина, как Suzuki Vitara. Не Grand Vitara, а просто Vitara. Тоже компактный кроссовер. Но чуточку больше все же. Вот. И если брать такие же года выпуска, то в Новосибирске жуки переднеприводные на вариаторе стоят от 750 вот такого года до 970. Естественно, это зависит от состояния, от пробега, от комплектации и так далее. Эта машина примерно в серединке рынка находится. При том, что она в максималке и с такими данными по техсостоянию. Отличными. Все остальные машины, которые я назвал. Еще, кстати, отчасти, отчасти можно сказать Opel Moco как конкурент. Но она все же чуть-чуть побольше вся. Но, ладно, запишем ее сюда тоже. Те машины практически все стоят дешевле. Там от 50 до 100 тысяч в среднем. Вот если средние цены брать. Вот. У тех и у других есть свои плюсы и минусы. Но все же, если цена у жука самая высокая, ну, значит, он более востребован на вторичном рынке. Значит, он больше нравится покупателю. Какой итог можно сделать после тест-драйва? Эта машина отлично подходит для города, потому что она достаточно высокая. Себя или еще одного пассажира возить вообще классно, потому что всем удобно. Но если потребуется, можно и назад к вам посадить. Вот. И в особенности преимущество этой машины вы почувствуете зимой, когда не будут чистить дворы, дороги и так далее. Хоть и автомобиль переднеприводный, но за счет большого дорожного просвета и коротких свесов вы сможете достаточно уверенно проезжать там, где обычная легковушка, обычный седан или хэтчбэк не рискнут. Ну и плюс здесь есть система стабилизации, противобуксовочная система. Благодаря вот этим опциям машина становится более проходимой. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите в наш инстаграм и переходите на наш официальный сайт. Этот автомобиль продается в Новосибирске в автосалоне RDM Import по адресу улица Фрунзе, 61-2. Напоминаю, что в нашей компании мы даем гарантию на любые подержанные автомобили. Звоните, мы вам поможем. Ну а на этом спасибо за внимание. Всем пока!